Всем привет! Меня зовут Грифон. Ну а мы продолжаем проходить Властелин колец. Война на севере. В прошлой серии мы побывали в логове дракона. Договорились с ним. И успели на защиту Нординбада. Которую с успехом, но не без труда, отбили. Но при этом, к сожалению, пострадал отбили рам. Ничего полезного он нам не расскажет. Ну пойдемте поговорим, как он нас просит киваться. Секиры, драконьи и стражи. Ну поглядим. А, тут у нас предмет. Ох, ну наконец-то. Да неплохо так. Лучше. Двуручный, двуручный. 238. Ой, что это я сделал? Одноручный топор. Ну его. Так, у нас вот ветровая гора. Может чуть-чуть использую. И снова мы, гномин Нординбада, у вас в долгу. Если бы не вы, мы бы не смогли отразить нападение. Враг побежден, но какой ценой. Наш друг Белеран тяжело ранен. Надо ему помочь. Я уже приказал своим подданным перенести его в чертог. Мы будем беречь его, как зеницу ока. Ведь мы ему жизнью обязаны. А что же Ургост? Вы отправились в путь, чтобы покончить с драконом. Вы его нашли? Ну да, мы встретились с драконом, но не так, как мне хотелось бы. Мы узнали, что Агандаур предложил ему Нординбад. Но мы предложили ему твердыню Агандаура, крепость Карн-Дум. Карн-Дум? Древнюю крепость Ангмарского короля-кладуна? Да, мы могли бы предвидеть, что Агандаур снова захватит это проклятое место. Что ж, если Ургосту нужна эта черная ныра, на здоровье. Но сперва нужно покончить с Агандауром. А он был здесь? Агандаур возглавлял нападение? Похоже, он с Челнур-Дзинбад недостойным того, чтобы посетить его лично. Во время битвы его никто не видел. Должно быть он в Карн-Думе. Мы отыщем его там. Это будет долгий и трудный путь, а теперь, когда вы лишились орлов, придется идти пешком. Да будет так. Ради всех свободных народов Агандаур должен умилеть. У меня нет лишних воинов, которых я мог бы отправить с вами. Силам Нординбадо, увы, почти на исходе. Однако я был бы рад, если бы вы приняли в дар вот это. Это наследие моего дома, величайшие творения моего народа, которые переходили из поколения в поколение на протяжении долгих веков. Мне нелегко расстаться с ними, но наша битва – ваша битва. И я дарю их с открытой душой. Выбирайте, что хотите. Пусть это поможет вам отомстить. Так. Ну, похоже, наша следующая стоянка – это Нординбад. Ой. Карн Дум. Новое задание. Нординбад Белерам. Новая цель прощания с Белерамом. Ну, хорошо. Так. Что он нам дал? Давайте посмотрим. Награда. Свеча какая-то. Щит. Ну, щит нам не нужен. Так. Доспех. И оголовье лучше. И наплечники. Так. Ну, доспех у нас вроде бы сейчас неплохой. 216. А вот оголовье 113. И 65. Так что я думаю. Что лучше взять, наверное, оголовье. Что я и сделаю. Да. Конечно, плюс силы и так далее. Скажет нам насчет что-нибудь интересное. О, он уже тут. Так, этот мы уже знаем. А что если враг явится снова? Что ж, тогда каждый из гномов постарается продать свою жизнь как можно дороже. Но я не думаю, что они вернутся. Все их командиры перебиты. Все? А Гандаур? Вы его тоже прикончили? Похоже, он с Челм Нординбад недостойным того, что вы посетите его лично. Во время битвы его никто не видел. Так значит, что не только убийца, но еще и трус, расписывает других убивать вместо себя. Похоже, нам все-таки придется его отыскать. Отважный Белерам ранен. Нам требуется ваша помощь. Отважный Белерам ранен, но мы уже знаем. Мы боремся с драком. Но мы... Карн Дум? Вечерная форта, который князь Аймар? Да. Теперь мы идем в Карн Дум. Так, ну что-то нам не хочешь нового сказать. Мы отнесли Белерама в таверну. Вам нужно быть там, когда он придет в себя. Ну, у тебя есть что-нибудь новенькое? Как всегда, недоволен. Лучше товар свой покажи. Ну, продадим. То, что нам... Не нужно. Ага, арбалет еще у нас появился. Отдать нашему другу. Так, если что, вот этот меч оставлю. На замену. На всякий случай. Ой. Что ж тебя купить? Ага, вот появились получше наплечники. И доспех. Ладно, не буду ничего покупать. Мы обязаны жизнью вам и вашим друзьям. Я этого никогда не забуду. Клянусь своей бородой. А Гандал за это поплатится. Если вам какая помощь нужна, вам стоит только попросить. Мы живы, но двое Великих Орлов пали в битву, а Белерам тяжело ранен. Это большая утрата. Да, уж день нынче мрачный, это точно. Мы сделаем для Орла все, что можем, но это не в моих руках. Я и сам потерял немало друзей и родичей. Мое сердце пылает жаждой мести, жарче горных. Но я нужен здесь. Мне нужно починить немало оружия и доспехов. Я должен много трудиться, чтобы все были готовы к новой битве. Если вам требуются мои услуги, вам стоит лишь попросить. Так, Орлы, оказывается, погибли. Очень-очень жаль. Больше тут вроде делать. Вот еще раненый сидит. Я скоро встану на Наги. Как они там швыряли свои камни, махины, что аж тут сыпалось с потолка. Проразрушило. Немножечко. На прощание поговорим с Белерамом. Раз он в таверне. Еще один пострадавший. Вы все же вернулись. Спасибо. Вот, походу, вообще трупы. Прошу вас, оставьте меня. Это был мой брат. Ну да. Наверное, Атран помер. Белерам, друг мой. Ты меня слышишь? Эрадан. Нординбад спасен. Да, Нординбад выстоял. Враги отступили. И долго я тут пробыл? Да нет, недолго. Ты теперь лежи, отдыхай, тебе сильно досталось. А где Берентор и Арминель? Наши друзья среди тех, кто пал в этой битве. Они умерли с честью, и народ Нординбада не забудет их самоотверженности. Как и все мы. Благодарю за добрые слова, и все же мои друзья погибли. И хуже того, я был их командиром и привел их на гибель. Такое вынести нелегко. А что же Агандаур? Он тоже убит в той битве, или остался жив? Нет, Агандаура там не было. Должно быть, он все еще прячется в Карн Думе. Значит, надо отправиться туда и найти его. Мы должны отомстить за Арминеля и Берентором. Нет, ты должен отдыхать. Твоим ранам нужно время, чтобы зажить. Нет. Я хочу быть с вами до конца. Я должен отомстить за родичей. Предоставь это нам, Беллером. Нам нужно спешить, пока Агандаур снова не ускользнул от нас. Ну да. Очевидно, сопровождать вас я не могу. А если вы станете ждать, может погибнуть кто-нибудь еще. Я не хочу быть ответственным за новые смерти. Вступайте, друзья, да пребудет с вами мое благословение. Народ Норденбада обещает заботиться о тебе так же, как о своих раненых. Отдыхай, набирайся сил. Прощай. Печалька. Ну, я думаю, он еще к нам присоединится. Мы же пока будем... Да вы спасли Норденбад. Сомнений быть не может. Ведь пока мы пешком будем топать, немало дней пройдет. Ах, так, подождите, подождите. У нас же тут кусок. На карту добавлена отметка Ветровая гора, на вершине которой стоит Древняя Стражевая башня. Ну, интересно, где же она? Ветровая гора. Вот пока только Асгилиад. Ага, вот она, Ветровая гора. А как же нам туда попасть? Доступная область. Эти области пока недоступны. Вот интересно, когда они будут доступны. Так, еще вот испытания же у нас. И я думаю, нам надо вернуться к Элеронду, отдать свитки. Рад снова видеть вас в вам адресе, чем я могу вам помочь. Хорошие новости, Владик Элеронт. Мы собрали все свитки. Вам удалось собрать все шесть оставшихся свитков? Вы просто великолепны, друзья мои. Я прослежу, чтобы эти свитки были уничтожены. Вы оказали неоценимую услугу, лишив врага столь важного преимущества. Такое усердие заслуживает награды. Среди сокровищ, которые хранятся в Элм-Адресе, я выбрал несколько древних и могущественных реликвий. Они заслужат вам доброй службы. Примите их зла к благодарности. И что же, раз все свитки у нас, мы больше не столкнемся с темными чародеями? Конечно же, уничтожение свитков не отнимет знания у тех, кто уже выучил искусство темных чар. Но, по крайней мере, теперь это скверно будет распространяться куда медленнее. К тому же, не стоит забывать, что Агандаур может написать новый. Пока он жив, остается опасным, что на нашем пути снова станут темные чародеи. Еще одна причина поскорее избавиться от Агандаура. Чем раньше, тем лучше. Прощайте, ладыка Эллиранд. Награда. Поглядим. Так, передать. Амулет полурослика. 24 воля, плюс 560 защита. Неплохо, неплохо. Это выносливость. Урон. Выносливость. И вообще, я вам да, ну возьму тогда. Амулет. У нас уже... У нас уже... Опять вот... Ах... Зараза. Ну ладно. Что же делать? Передам я... Я никому не передам, лучше продам. Ерунда какая-то. А что же, Бельба, можно рассказать? Про наши путешествия. Разговор с драконом. Или он опять свои стихи начнет? Продам кольцо. Что-то она уже... Меня не смущало. Тут все продано. Рад снова свидеться, Эрадон. Не сомневаюсь, у вас за спиной долгая и трудная дорога. Я уже слышал о тяжкой потере ваших друзей орлов. Ужасные вести. Просто ужасные. И вот теперь я слышу, что вы решили отыскать самого Агандаура. Прошу вас, берегите себя. Не стоит только подумать, что я и вас смогу потерять. Карн, это страшное место. Я еще не отказался от идеи записать историю ваших приключений. Не хочу, чтобы все кончилось хорошо. Так, не хочет он пока с нами разговаривать. Ну ладно. Отправляемся в путь. Ты нам нового ничего не скажешь? Майго Ванан и Эраден. У тебя новости для меня? Ах, мы же Митриль ей. Мы ей должны Митриль найти. Вот как нам попасть в уйти? Не знаю. Посмотрим. Опять снег. Ух ты. Ничего себе. Давай руку. Я в помощи не нуждаюсь. Не выросла еще та гора, на которую бы я не взобрался. Надеюсь, возвращаться мы будем другой дорогой. Да, Эраден, ты был прав. Этот путь никто не стережет. Не удивительно. Но на то, что он долго останется без присмотра, рассчитывать не приходится. Идемте. Надо найти проход. Найти способ проникнуть в крепость. Так. Ну на. Теперь понятно, почему дракон хочет заполучить эту крепость. Идите в какой-то дыре. Фу. Похоже, сюда сливают нечистоты из крепости. Однако здесь можно проникнуть внутрь. Отеки. Непонятные жижи. То ли крови. Это... Это кровь? Да нет, не кровь. Просто ржавчина. Большая часть этой крепости закована в железо. Мышки. Для крыски. Да. Нежданчик. Что-то жрет. Ну и еще, да. Пленные. Может это наши союзники? Не думаю. Похоже, это люди из Карн Дума. Только охвачены каким-то безумием. Они уничтожили бы нас, если бы могли. Ну да. Сначала подумал, что это вообще орки. И гоблины. Ну иди сюда. Как раз это может сыграть нам на руку. Такое место, скорее всего, почти. Фу. Да, пожалуй, ты прав. Трудно сражаться, задержав дыхание. Что за кусок мяса? Что за кусок мяса? Ну, туда. Не. Не разрушается. Угу. Что за молнии там? Разряды какие-то идут. Вот еще. То ли что-то, то ли что-то. Эти злосчастные существа обезумели от изучения темного колдовства. Немногие способны долго иметь дело с этим гнусным знанием. И вот какова цена поражения. Поражение. Где-то должен был рычаг, открывающий эти ворота. Ага, вот они. А вон он, рычаг светится. Нам надо еще до него добраться. Что-то мне подсказывает, что этот рычаг не только открывает те ворота, но еще что-то. Протянусь за рычаг. Нет. Нет. Не, Антонио. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нас бы подлечить... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, вот и уровень подоспел. Вот так, и то потихонечку, и это потихонечку. Еще надо как-нибудь посмотреть, что за испытание нам предлагает. Может быть после карн дума все-таки отправлюсь. А, вот и уровень подоспел. Вот они. Ребят с нашего двора. А, вот и уровень подоспел. А, вот и уровень подоспел. 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 Расскам. И уровень подоспел. И уровень подоспел. ой-ой-ой пробежал тот друг наш что тут совсем уже много понабежала так вот их отмешаются под ногами вот зажали зараза мелкие эти мешаются только паразиты так начинается мне вот этого тоже медлительность его иногда начинает сильно раздражать медленно встает медленно перекатывается а подпустили на голову и меня надоело Зачем ты взрываешь этот парик? Я ж... Я ж не подлечился. Ох ты! С него посыпалось как из рога изобилие. Посмотрим, что же там с него посыпалось. 446... Не. Да. Посыпалось там много, а толку никакого. Кто там еще? Еще либо колдун. Точно. Да не один. Не хочет. Надо подойти. Я думал, ты не хочешь подходить. Что у него за разрывные стрелы такие? Расскажи мне. Друг мой Фарин, откуда ты их берешь? Ты не получаешь. Ты не получаешь рычаг для меня! Где-то должен быть рычаг, открывающий эти ворота. Я даже не имею представление, где он может быть. Даже не имею представление, где он может быть. Я вот не совсем понимаю. Но я думаю, что после убийства, яростного убийства там или как-то, он впадает как раз таки в этот режим. Как он называется. Героя. Героя. Потому что прям. Раза в два увеличивается урон. Героя. 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 Героям. Это последний. Нет bottom. Кибель Налы. теперь налог злодейский меч в руках название такое 400 нет уже хуже зато воли немножко прибавляет на прочность намного хуже совсем какой-то ворота открыты это кто берегись тролль еще один тролль ну давай иди сюда задел все равно так мелочь ну-ка не путаться ногами и Встреча с Ранжером сейчас! Ты у меня нет головы для меня! Я надеюсь, что эта сверху светит! Вот так вот. Давно так красиво не убивали тролли мы. Мерцающий камень героизма. Путь свободен. Ворота открыты. Вперед, навстречу приключениям. Бегут вражины. Бегут. Вот уже преимущественно больше людей. Сказал. Зря потратил стрелу. Уже всех убили. Ну ладно. Я думаю на сегодня уже по времени хватит. Продолжим мы в следующий раз. Искать злыдни этого гандаура. Ну а с вами был Грифон. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И до скорых встреч.